Хочу отметить, что сегодня в очередной раз у нас рекордное количество подключившихся с каждым вебинаром слушателей все больше. Тема действительно очень интересная и актуальная. Сегодня поговорим о практическом опыте автоматизации процесса маркировки с помощью нашей системы Xilot WMS X5. Проведу вебинар я, Пусихина Мария, менеджер по работе с клиентами, и мой коллега, руководитель проектов WMS, Фролов Игорь. Здравствуйте, коллега. О чем сегодня поговорим? Для начала обозначим актуальность процесса автоматизации маркировки с помощью контрольно-идентификационных знаков в системе Честный знак. Проговорим о том, какие виды маркировки используются, какой функционал имеет наша система в части работы с КИЗами. Также проговорим о конкретных кейсах уже внедрения системы Xilot WMS X5 с учетом функционала КИЗов. Также отметим особенности учета КИЗов для складов различных типов и проговорим, с какими нюансами сталкиваются компании на различных этапах работы с WMS и с корпоративной системой. Федеральный закон об обязательной маркировке ввел корректировки во многие процессы оборота товаров. И в первую очередь эти корректировки касаются склада, ведь именно склад является ключевым звеном между потребителем и производителем. Компании все чаще ищут решения, которые позволяют автоматизировать процесс маркировки и как можно безболезненнее интегрировать этот процесс в уже устоявшийся контур компании. В соответствии с постановлением правительства уже достаточно широкий перечень отраслей подлежат обязательной маркировке. Есть тенденция увеличения этого числа, есть уже немалое количество компаний, которые находятся на стадии пилота, и к 2024 году мы придем к тому, что все товары будут подлежать обязательной маркировке. Производители товаров обязуются наносить коды идентификационных знаков на все свои товары, на единичные экземпляры. Это контрольные идентификационные знаки КИЗы, которые содержат информацию о товаре и об уникальном идентификаторе экземпляра. В случае, если ведется учет в компании в разрезе упаковки, в этом случае наносится на упаковку код идентификации транспортной упаковки КИТУ или более известен как код SSCC. Этот код содержит информацию о всех товарах и КИЗах, которые составляют данную упаковку. В качестве штрих-кода для обязательной маркировки в системе «Честный знак» выбран JS1 Data Metrics. Помимо количества отраслей, которые подлежат обязательной маркировке, увеличиваются еще и технические нюансы, которые необходимо предусмотреть при автоматизации процесса маркировки. Как видно на складе, функционал нашей системы уже весьма широк, и мы постоянно дополняем и дорабатываем его в части работы с КИЗами. Более детально останавливать сейчас не буду, об этом расскажет мой коллега Игорь чуть позже. Что касается нашего опыта реализованных проектов, то на практике наиболее активно для автоматизации складов в части работы с КИЗами обращаются фармацевтические компании. У нас есть опыт работы с Северо-Западом, с Гранд Капиталом. Компания одежды и обуви – это HappyWear, Watonia, Lime. Это компания молочной продукции, агромолочный рязанский комбинат, интернет-магазин Globus, а также шины Vianor. Более подробно хотелось бы остановиться на опыте внедрения системы с функционалом КИЗов для компании HappyWear. HappyWear – это интернет-магазин по продаже обуви, одежды, товаров для дома и других сопутствующих материалов. Расположен склад в Волгограде, имеет площадь 10 тысяч квадратных метров. Общий штат сотрудников – 120 человек. В среднем они обрабатывают 2 тысячи заказов в сутки. Количество СКИУ на складе 100 тысяч, из них 68 тысяч активных. Для хранения товара используются как фронтальные стеллажи, так и гитербоксы, и полчные мизани. Изначальный запрос от заказчика состоял в получении инструмента для контроля в режиме онлайн за работой сотрудников. Заказчик хотел безболезненно перевести работу склада на безбумажный режим работы. Увеличить в целом производительность работы склада с помощью системы. Однако в процессе нашего сотрудничества и понимания актуальности закона, который действует в том числе на продукцию компании, было принято решение также ввести функционал учета КИЗОВ, настроить функционал с помощью нашей системы. Таким образом, с помощью нашей системы в компании реализован учет КИЗОВ. Компания успешно работает по безбумажной технологии. Мы организовали онлайн-контроль за работой сотрудников и отслеживаем остатки на складе. И в планах компании дальнейшее развитие существующего программного решения и его тираж на остальные объекты компании. В конце 2020 года к нам поступил запрос от крупнейшего молочного комбината России. Это агромолочный рязанский комбинат. Склад имеет площадь 9030 квадратных метров. В смену на нем трудится 15 человек. 140 позиций номенклатуры. Для их хранения используются также фронтальные стеллажи МИЗОНИНЫ с полочным хранением. Изначальный запрос от заказчика уже включал в себя требования по обязательной маркировке, так как молочная продукция также принадлежит обязательной маркировке в системе «Честный знак». Также компания ставила перед собой цель повысить качество сборки заказов с помощью принципа FIFO, автоматизировать в целом работу склада и контролировать работу сотрудников в режиме онлайн. В результате внедрения нашей системы на складе также успешно работает безбумажная технология. Работа склада соответствует закону 487-му о обязательной маркировке. И в целом организован контроль качества выполнения операций. И третий кейс, который хотелось бы более подробно разобрать, это внедрение системы Ксилот ВМС-Х5 с учетом КИЗОВ для компании питерской фармацевтической. Это компания «Северо-Запад». Компания «Северо-Запад» – это компания, которая специализируется на продаже медицинского оборудования, техники и медикаментов. Площадь склада 3000 квадратных метров, в смену на нем трудится 30 человек. Для хранения 5000 позиций также используются фронтальные стеллажи и мезонины с полочным хранением. Цель проекта также уже включали работу с системой «Честный знак», минимизация зависимости от персонала, обеспечение контроля за работой сотрудников в режиме онлайн и в целом автоматизация работы склада. В результате внедрения нашей системы успешно достигнуты все поставленные цели. Компания работает с помощью нашей системы в системе «Честный знак». Автоматизированы все мобильные рабочие места и стационарные рабочие места приемки. И в компании планируется также развитие системы уже внедренной и ее тираж на другие проекты, на другие объекты компании. Таким образом, внедряя нашу систему, работа складов наших клиентов не только соответствует требованиям закона, но и заказчик получает широкий профит в виде экономии финансов и времени. Далее, для более детального обзора возможностей системы передаю свое слово Игорю. Здравствуйте, коллеги. Еще раз. Я вижу, к вам подключились дополнительные участники. Кто-то, может быть, пропустил начало. О чем я хотел бы рассказать в нашем сегодняшнем вебинаре, это о том, как мы идем, как мы меняем свои релизы и пытаемся подстроиться, вобрать максимум функционала из текущих запросов. История появления учета КИЗов в нашей стране для всех массово началась появляться 3 года назад примерно, плюс-минус. И мы, как компания, непосредственно работающая в процессе, также начали пытаться понять, как все это устроено, как государство хочет получать отчеты, какие форматы требуются. И те, кто начали в этом участвовать в 2018 году, то прекрасно помнят, что регуляторы у нас очень легко могут менять правила, очень легко могут менять условия предоставления отчетов, форматы. И все это техническое, что требует от нас и от вас, как от бизнеса. Мы участвуем в этих проектах несколько лет. И Маша привела пример трех компаний, но на практике компаний, на самом деле, уже десятки проектов уже давно. Я даже не могу сказать цифру, но несколько десятков – это точно. И у каждой отрасли, у каждого направления есть свои потребности. Регулятор их диктует различные. И сам бизнес, сам бизнес-процессы внутри компании, они также строятся достаточно вариативно. Я как человек, который занимается проектами непосредственно на производстве, непосредственно проектами внедрения, и прохожу с заказчиками путь от начала того, как мы проектируем, и до успешного запуска. И часто продолжаем общаться после уже внедренных проектов в режиме поддержки, в режиме развития, доработки функций, потому что если средняя длительность проекта составляет 4-5 месяцев, то через полгода регулятор может выдвинуть новые требования и заставить перестроить свои бизнес-процессы, под которые необходимо адаптироваться. Мы в этом всегда идем навстречу. основываясь уже на нашем текущем опыте. Я свой рассказ хочу, наверное, говорить больше, включая из практики того, как это происходит, как мы это делаем и пытаемся обойти. У нас появился новый релиз, который сейчас доступен в коробочном, и я хочу рассказать в первую очередь о тех функциях, которые мы уже заложили в него. Они, возможно, не являются универсальными под каждый бизнес-процесс отдельно из этой компании. Но мы постарались создать здесь такую вариативность, чтобы при комбинации настроек можно добиться покрытия всех задач. И я постараюсь не уходить сильно в технические детали, но попробую рассказать ту структуру, которую мы сюда заложили. И в первую очередь система Axelot, она управляется основным блоком настроек, в котором включаются те или иные опции, которые отвечают за работу скизами и маркировкой. То есть если эти настройки не включать, то и настройки в целом будут не видны. То есть их можно включить в любой момент использования системы. Это не является обязательным сразу на старте. Если вкратце пробежаться по настройкам, то самая первая глобальная, которая называется «Использовать серийные номера акцизы», она включает видимость всех настроек и объектов, связанных с работой с серийными номерами. И определяет использование этого функционала в рамках конкретной информационной базы. То есть если ее отключить или не включать, то во всех связанных настройках ничего похожего не будет доступно. Как только мы ее включаем, мы даем видимость и возможность работы со всеми объектами. Другая настройка, которая называется «Записывать строки серийного учета», по задачам, она включает возможность записи и последующего анализа данных о введенных штрих-кодах серийных номеров, серийным номерам и агрегациям в разрезе каждой выполненной операции. Эта настройка, она на самом деле появилась уже на основании как раз именно опыта и боли, которые происходят в рамках проектов и работы с кизами. То есть эта настройка позволяет, она увеличивает некую нагрузку на систему немного, но в каждой выполненной операции, когда происходит сканирование, мы можем зафиксировать и то, что именно было отсканировано, и тот киз, который получился в результате. Мы все прекрасно знаем, что сам киз, он содержит в себе гораздо больше информации с дополнительными символами контрольными, с криптохвостами и еще какие-то вещи. То есть мы можем фиксировать и отслеживать, если возникает из-за полиграфии, из-за какого-то чтения, мы можем понять, в чем была ошибка, на каком этапе, на каком товаре, на какой серии, в каком момент она появилась. То есть если такое бывает необходимо для отладки или поиска, можно включить. Отключить, это управляется вина-базовыми настройками. Другая настройка из основных, это использовать учет агрегаций серийных номеров. В общем, кто-то агрегации знает под названием кодов SSTC. Она включает возможность работы с агрегациями серийных номеров в рамках всех складских операций. И это включает в себя работу с агрегациями, состав которых приходит из внешних систем. Агрегациями или агрегаций, созданных в рамках ВМС-системы. И также эта настройка включает всевозможные другие настройки, связанные с работой именно с агрегациями, с карабами. Еще одна глобальная настройка, также связанная, она влияет, все глобальные настройки влияют на общий функционал системы. И следующая настройка, это создавать уведомления при изменении состава агрегации. Она регулирует механизм использования отдельного документа, который называется у нас уведомление серийного учета в процессе создания, трансформации или расформирования агрегаций. Эта настройка регулирует такую возможность для информационной базы в целом. А уже для конкретного товара, это будет отдельный настройки, о которых чуть-чуть позже расскажу. И еще одна такая техническая настройка введения основной базы, это использование нормализованной или денормализованной схемы хранения данных по запасам серийных номеров. Это тоже связано с настройкой, вышедшей из опыта жизненной практики, зависит от конкретной бизнес-процессовой потребности, может влиять на производительность, размер базы. Но глобально они отличаются тем, что при нормализованной, если у нас есть плановая агрегация с плановым составом серийных номеров, то при приемке агрегации происходит запись только количества агрегаций. Это ускоряет процесс приемки, но замедлит процесс поиска кизов на остатках, если будет анализироваться его вхождение, агрегация, вложение. А при денормализованной схеме, в таком случае, если у нас есть плановая агрегация с плановым составом серийных номеров, то при приемке происходит запись количества агрегаций по регистру сведений и также запись серийных номеров по другому регистру сведений, который входит в систему. И мы в рамках базы ведем, храним весь состав. Это что касается, наверное, глобальных настроек. И эти настройки, они управляют еще раз всей системой, включают видимости и то, как мы будем дальше их использовать. На следующий уровень настроек, когда мы можем настроить и определить, он дальше определяется уже для непосредственно модели учет-номенклатуры, о чем я говорил. Модель учета – это некая группировка всей номенклатуры по принципу ее учета и обработки. И уже для конкретной модели учета мы можем использовать, включить или исключить те или иные настройки, то есть то, как будем обрабатывать какую-то группу товара. И здесь настройки модели учета позволят более тонко настроить, вкратце опять же про них попробую проговорить, не сильно вдаваясь в технические особенности. То есть настройка учета по серийным номерам актизам и кизам определяет введение данного учета для объектов хранения с этой моделью учета. То есть если на складе обрабатывается несколько групп товара, по одним требуется учет кизов, по другим не требуется, то это регулируется именно настройками модели учета. Спокойное разделение. Но дальше мы можем разделить еще и варианты, какого вида учет для той или иной модели требуется. Также у нас здесь мы включаем или выключаем учет при поступлении. Это определяет необходимость фиксации серийных номеров в процессах именно поступления товара при приемке или при контроле поступления. Учет при отгрузке определяет необходимость и возможность фиксации серийных номеров в процессе отгрузки. Это могут быть процессы отбора, упаковки, контроля или же отгрузка объектов хранения. По практическим примерам я скажу, наверное, чуть позже, как это можно принять и комбинировать. Другая настройка позволяет контролировать количество. Она определяет необходимость контроля плановых и введенных серийных номеров. То есть в том случае, когда мы знаем план, мы всегда можем проверить и заставить контролировать и принимать только то количество, которое мы ожидаем. И также настройка, она может использоваться как какой-то конкретной моделью, что-то так и для всех, да. Дальше у нас есть одно из новых, наверное, настроек и полезных. Это тоже пришло, настройка пришла из практики. Это указать, если мы использовать тип, указываем тип серийного номера, необходим для выполнения корректной валидации вводимого значения, используя мобильный клиент. Ну и валидация может выполняться по следующим принципам. То есть если мы выбираем валидацию по КИЗУ, то там символ у нас, серийный номер начинаться должен с 0.1, дальше у нас 4.1 символ Джейкина, потом 21. Если было выполнено сканирование, то проверяется еще тип штрих-кода, он должен быть датаматрикс. Если настройка валидации по акцизам, то серийный номер имеет длину 68 символов, тип штрих-кода, PDF417, или же длину там 150 символов и так далее. Ну и в том числе агрегации тоже здесь участвуют. Если для КИЗУ, то это проверяем, что символ начинался с 0.0 и был с 20 символов, имел тип EANF28. То есть такая валидация в процессе работы – это вынужденная необходимость. Ну если вы выберете варианты прочие, то валидации выполняться вообще не будет. Такая же настройка для модели учета, как учет серийных агрегаций серийных номеров, она включает возможность работать с агрегациями для объектов хранения с данной моделью. Агрегации могут приходить извне, так и создаваться в рамках системы ВМС. И настройка «Требуется подтверждение на изменение агрегаций», она включает создание документов, которые называются «Уведомления серийного учета для объектов хранения». Для конкретно данной модели учета. Ну и также при изменении агрегации. То есть, опять же, как это применить, я, наверное, расскажу чуть позже, но этот документ, он позволяет все отслеживать именно работу уже с агрегациями и не ограничивает количество уровней. Вернусь, наверное, на шаг назад. Напомню, что у нас первым шагом мы определяем в глобальной настройке то, как необходимо управлять самой системой целиком, что нужно видеть вторым этапом. Мы определяем модели учета для групп товара, то есть, по каким мы будем и каким образом выполнять работы. И следующим уровнем… Так, Калиб, я прерывусь на секунду. Я вижу, возникает много вопросов. Давайте сейчас, наверное, обозначим, что по всем вопросам мы пройдемся в конце. Я сейчас постараюсь глобально, в общем, рассказать, как это устроено. Потом детально расскажу про вашим вопросам и практику, как именно строится учет и дальнейшая интеграция, и как это работает, применяется в архитектуре решений внутри компании. И какую роль здесь выполняет ВМС, чем она отличается от именно корпоративных систем и в чем ее задача. Об этом я хочу чуть-чуть позже. Сейчас я уделю время именно технической стороне, как это реализовано в дальнейшем, про долг. Давайте вернемся. Смотрите, значит, глобальные настройки мы определили. Дальше в рамках групп товара мы определили принципы того, какой учет нам требуется, нужны ли валидации, учеты на входе, на выходе и так далее. А дальше следующим шагом мы должны определить для конкретных уже операций, по сути, пункт меню в терминале, какую операцию будет выполнять, непосредственно сам процесс при поступлении или отгрузке. При этом о них может быть два. Например, если нужен контроль при поступлении, или кому-то не нужен, можно разделить разные роли сотрудников, и используется один режим, другой другой. Значит, что касается уже настройки в рамках процесса. В первую очередь есть, опять же, глобальная настройка, которая устанавливается для основного процесса поступления или отгрузки, которая называется контролировать план-факт по серийным номерам. Она включит контроль на соответствии фактических серийных номеров в планах. Поэтому при отключенной настройке план-факт не контролируется, и принимать можно любые кизы. Даже если в документе в ожидаемом каком-то не было ничего заполнено. В рамках процессов, я вам ранее говорил про настройки, что мы учитываем во многих операциях, и здесь мы глобально выбираем несколько вариантов работы в процессе, что мы будем делать. То есть настройка ввода серийного номера в значении вводить агрегации или серийные номера позволяет вводить логично и соответствующим образом либо серийные номера, либо агрегации. Если в модели учета мы включили эту возможность. Если выключили, то этого не будет. Настройка ввода серийных номеров в значении создавать агрегации. Данная настройка позволит как вводить серийные номера, так и создавать новую агрегацию. Опять же, она будет контролироваться, связанная настройка в модели учета. Все данные настройки, они присутствуют практически во всех очередях задач, которые связаны с перемещением или пересчетом объектов хранения товаров наших. Подытожу алгоритм. Первый – настройки глобальные, которые управляют включением вообще по всей системе. Вторым шагом мы определяем для групп товара, как нужно с ним работать, какие вводить. И третье – мы определяем для операции, выполняем уже нашим сотрудникам, в какой операции именно это необходимо выполнять. На примере выполнения приемки на ТСД создания агрегации это выглядит примерно таким образом, что процесс строится так, что мы будем штрихот лечейки, сканируем ранее созданные поддоны, которые мы все делаем, вводим объект хранения путем сканирования киза. Переходим на форму создания новой агрегации и сканируем все оставшиеся кизы при добавлении в новую агрегацию. После этого выполняем команду «Завершить» для подтверждения создания агрегации. Если у нас в модели учета включено требование создавать уведомления, то в системе создастся документ уведомления с серийного учета с типом формирования агрегаций. Типы вариантов операции тоже могут быть различны. То есть вот примерно подобная логика присутствует практически во всех очередях задач выполнения операций, где можно работать с кизами и агрегациями. Дальше чуть расскажу, как раз были вопросы, как хранятся данные кизы и то, что мы получаем после выполнения операции. В первую очередь документ, который у нас формируется, формирование агрегации, до его выполнения данная агрегация считается неподтвержденной. И, например, можно до этого момента не передавать информацию контролирующим органам или выполнять какие-то дополнительные проверки. То есть она может быть подтверждена вручную или, например, через интеграцию, в зависимости от того, как устроится инфраструктура внутри компании. То есть документ может быть завязан на интеграцию. Информацию о подтвержденных или неподтвержденных интеграциях видно в соответствующем регистре, можно смотреть, а также есть отдельная отчетность, которая отвечает за данные документы. Здесь также в данных серийного учета, в задаче у нас фиксируется полное значение штрих-кода, я не знаю, достаточно его видно на картинке, где-то в середине блок, как выглядит примерно отражение внутри задачи, что есть полный отсканированный штрих-код, есть тот результат, который получается из преобразования, тоже кис, который требуется для отчетности. И хранится также все в отдельном регистре штрих-коды серийного учета. И есть еще один регистр, который ведет учет именно агрегаций. И в этом регистре мы учитываем не только код агрегации, но и количество вложений в данные агрегации. В зависимости, при выполнении работ с этими агрегациями, добавлением или расформированием, или модификацией, какими-то другими операциями, в этом регистре, соответственно, текущее состояние это все отображается. То есть мы построили такой весь сквозной учет, и также эти регистры всегда связаны с документами. При выполнении подбора, с документом отгрузки, если какие-то агрегации выполнялись, то в структуре эти связи всегда будут, и это заканчивает целостность этих агрегаций, и то, как они связаны с документами, или они, например, свободны. Здесь на картинке, я надеюсь, если вам видно, если не видно, то потом напишите вопрос, я попробую, может, более детально. Я постараюсь сейчас не уходить, опять же, здесь в технические особенности, но я постарался вам рассказать такой, вот именно, как это построено с точки зрения настройки и с точки зрения архитектуры внутри системы, как мы это ведем. И вот данная структура, которая появилась в нашем последнем ревизе со всеми вариантами, она позволит настроить практически все бизнес-процессы, и мы, наверное, даже перестали делить сейчас отрасли. Здесь данное решение, оно уже не важно, чем вы занимаетесь, продаете одежду, медикаменты, или какие-то другие продукты, или товары, которые требуют учета. В целом, вся эта структура предназначена для того, чтобы вести весь сквозной учет. Давайте, наверное, сделаем небольшую паузу. Перед тем, как я хочу, дальше хотел бы рассказать именно о том, как это возможно все применять на складах. Я не хотел бы группировать склады, и для меня, как человека из производства, кто непосредственно работает с процессами, отрасль не так важна, как важны, наверное, те процессы, которые необходимы в данной отрасли для отчетности. Начать, наверное, хочу с того, что вообще такой, наверное, шаг назад. Наша презентация подразумевает рассказ о функционале системы ВМС, но я хочу немножко спросить или рассказать, а почему именно система ВМС? То есть сейчас много других решений, корпоративных систем, там, УТ, ЕРП, и они имеют свои некие встроенные блоки, модули, которые тем или иным образом могут учитывать операции склада. Система ВМС, она в первую очередь система, которая дублирует и контролирует и фиксирует пошаговые операции. Именно те действия, которые выполняет человек на складе, начиная от перемещения товара, от входа там и до самого выхода, то есть кто взял, когда, во сколько, куда положил, что сканировал, что делал. То есть системы уровня, там, УТ, ЕРП и так далее, они ведут учет совершенно в других разрезах. И вся маркировка, она государством задумывалась, как контроль нас, вас и такая онлайн-отчетность за тем, какой товар, где двигался, когда он вошел, кто его взял, положил, кому принадлежит данный. Ну, и это все пытаются отслеживать через кизы. Так вот, система ВМС, она как раз именно об этом, чтобы контролировать и внутри для себя и формировать правильные отчеты для контролирующих органов. Хотим мы этого или нет, но это уже стало нашей реальностью. Если уходить немножко в историю, то вот 2018 год, он стал таким, наверное, показательным, я думаю, все, особенно если с нами есть коллеги из фарм-отрасли, все, кто в этом участвовал, все прекрасно помнят, как менялись требования регулятора, как вводились ограничения наоборот, как ставились, там, да, сейчас у нас 21 год, это было два года назад, когда ввели первые прям строгие правила учета на залоги, высокозатратных в первую очередь, и после чего начались в новостях, было огромное всего, что весь рынок, вся отрасль просто не справлялась с правильностью отчетов, а вторая была проблема, что сам контролирующий орган не был готов, и их сервера не позволяли принимать всю данную отчетность, были огромные задержки, системы, там, честного знака, висели сутками, нельзя было сделать ни вручную, ни в минуту, там, через API, никак не работало все, были огромные проблемы, вот, и при этом, если еще вернемся до этого запуска, то как легко регулятор мог менять правила отчет, то есть сегодня выпустить в пятницу распоряжение о том, что с понедельника там отчет, а теперь давайте по-другому, и были у нас, вот лично в моей практике история в том, что можно было готовить, разрабатывать функционал в течение нескольких месяцев, а потом одним утром узнать, что регулятор теперь работает по новым правилам, и теперь давайте все переделывать, потому что вот так, и мы, к сожалению, так же и КВ, мы не можем на это никак повлиять, мы вынуждены адаптироваться, и поэтому мы создаем сейчас, продолжаем создавать, модифицировать систему, набираясь именно из опыта и создавая универсальность, для того, чтобы в случае, когда меняется какой-то процесс, требования от регуляторов, мы могли, условно, вот так, с пятницы до понедельника перенастроить свои процессы, перенастроить систему и вести весь учет. там звучали у нас вопросы насчет взаимодействия с честным знаком через модуль интеграции или через кист, вот, теперь я хочу вернуться и продолжить, наверное, к нашей практике, продолжая эту тему. система ВМС, еще раз, это система, которая отвечает, которая контролирует, выполняет операции, физику, то есть она повторяет действия головщика, она это контролирует и фиксирует. И строить прямую связь непосредственно с честным знаком мы категорически против и это уже опыт. Мы пробовали, у нас была такая практика и на одном проекте, когда есть желание и необходимость интегрировать непосредственно ВМС систему с честным знаком, но это сразу очень сильно сказывается на процессах склада. Ну, в первую очередь, если говорить про 2018-2019 год, то в первую очередь это скорость ответа серверов и получение подтверждений, да, это сразу кладовщик с терминалом просто останавливается и ждет, пока какие-то обмены работают, например. Это, ну, что для склада недопустимо. Вот. И система ВМС, она ее задача сформировать пул этих операций, сохранить, сконсолидировать сделать связь с документами, если это происходит по документам, и подготовить информацию для отчетности в МДЛП. МДЛП уже заговаривались, это уже последствия тех историй с фарм, рынком, нашим честным знаком. Значит, подготовить эту отчетность, а дальше уже в зависимости от того, как вписана ВМС-система в архитектуру приложений компании. То есть, это может быть интеграция через корпоративную систему. Ряд компаний может использовать дополнительные шины, которые видят там, трак-эн-трейс систем, которые отслеживают, если есть необходимость. Давайте я сейчас попробую на каких-то живых примерах привести их. сначала проговорю о том вот по делению по отраслям, потом попробую поговорить о как система ВМС интегрируется и что она представляет для реального такого опыта применения. Значит, вот это деление, которое вы видите на экране, это, наверное, мое деление из практики. И какие бизнес-процессы чаще всего используются. Вот если я бы выделил, точнее, я выделяю склады, связанные с производством, склады производителей или склады готовой продукции. На этих складах это место, где у нас появляются кизы, это там, где то место, откуда они вводятся в оборот. Да, в процессе, как правило, отдельным там процессом это заказывается, из честного знака получаются кизы, связываются с товаром и формируются короба, формируются непосредственно агрегации SACC и в них указываются, вводятся иерархии, указываются вложения штук с кизами. Это можно, внутри производства это можно настраивать в разных процессах, в зависимости от ситуации, как это устроено, либо это делается при приемке, но чаще всего это готовится уже фиксация непосредственно маркировок при формировании сборки заказа на отгрузку для того, чтобы и сформировать кизы, и отгрузить конкретный набор кодов с агрегацией. Это используется при операциях либо отдельный процесс формирования, либо процесс формирования включен в фиксации при отборе заказа или при упаковке, при отгрузке. Вот здесь, наверное, пробую сказать, то есть мы можем фиксировать кизы в разных моментах, да, и при отборе, и при упаковке заказа, контроле, и при отгрузке его. Все зависит от бизнес-процесса компании. То есть есть такие ситуации, когда контроль и проверка упаковка не осуществляется, и все делает кладочик подбора. Он собирает товар, фиксирует, финализирует и отгружает. То есть в данном случае мы можем фиксировать только в момент отбора товара. Если есть процесс контроля, то мы можем исключить, не включать фиксацию кизов на отборе, а включить ее только на рабочем месте упаковки, который, человек, который будет формировать финальные агрегации и вводить кизы здесь. Но в любом случае эти операции, они будут связаны с заказом нагрузку непосредственно сформирован то самое дерево, которое передается в корпоративную систему. Ну, или в какую-то другую систему, которая отвечает за связь с сайтом честного знака. Вот и у производителей кажется, все вроде бы так гладко и хорошо, и процессов работы в них немного, но главный минус или главная проблема это самое или узкое место, это как раз объем, объем операций, которые необходимо выполнить здесь. Это, как правило, массовые, это большие отгрузки, это большое количество введений в виде сканированных кодов, и часто, особенно если говорить там самое большое количество сканирований, это все-таки фарм, направление сотни тысяч штук, и сканировать их все равно нужно. Здесь используются какие-то средства автоматизации, которые не человек сканирует, а через определенные конвейерные системы. С ними мы, в принципе, также умеем и практикуем интеграции, чтобы формировать данные заказы, собирать кизы уже непосредственно не с терминалов, а с какого-то отдельного конвейерного оборудования. А дальше категория дистрибьюторы. Это моя самая любимая категория складов, которая выполняет всегда и все. Она и подстраивается под всех своих вариантов производства подставщиков, и всегда подстраивается под всех своих клиентов, и при этом как результат получает еще набор внутренних операций, которые они должны выполнить, чтобы ложиться в сроки, подготовиться. И поэтому в рамках дистрибьюторов мы как раз наверно на это ориентировались и всевозможные наборы настройки операций мы можем выполнять непосредственно с дистрибьютором. дистрибьютором. Сейчас, дайте секундочку. Давайте вернемся к дистрибьюторам. То есть процессы, какие процессы выделяются. фиксации кодов маркировки происходит при приемке по коду короба, если происходит приемка без вскрытия короба, или по коду палетной приемки. Также может быть отдельно разнесена приемка фиксации кодов маркировки при приемке штук. Эти процессы могут быть разнесены, они могут быть объединены. на практике редко встречаю, когда происходит вскрытие коробов при приемке и перепроверка тех кизов, которые еще являются вложением в агрегации. Но система позволяет настроить еще и таким образом, что можно тем более если у нас известен план поступления кизов, то выполнять проверку и тут же отсекать тот товар, который не был заявлен как плановый поступающий. данный контроль он позволит условно отсечь и выйти на диалог с тем, кто товар отправлял, что делать данным товаром или допринимать отдельно в другой документ или возвращать обратно. То есть контроль можно осуществлять, если, конечно, у нас есть план. К счастью, к счастью наших складов сейчас ситуация опять же за последние пару лет меняется и многие научились работать, заранее обмениваться данными, используя EDI обмены даже, даже не EDI, которые опережают приезд физического товара, чтобы передавать плановые ожидаемые коды и можно было сверять и проверять, как постарщик проверить себя при отгрузке, а дистрибьютор обезопасить себя тем, что при своей отгрузке он не будет отгружать заведомо некорректные коды. Но в случае если в документе поступления кода неизвестны, не загружались, то после приемки товара, после фиксации кизов на приемке, товар можно данными кизами заблокировать, есть для этого несколько способов, изменения его состояния, например, использования в карантине, или просто заблокировать и отправив отчет, получив обратный ответ, что корректно, некорректно, дальше разблокировать товар, пустить в оборот или оставить для разбирательства, для дальнейших принятия решений, что с ним делать. Следующий шаг, то есть мы при поступлении при разных моментах можем при поступлении можем принять потом проконтролировать приемку и здесь сфиксировать кизы. Второй главный блок, второй цикл операции для дистрибьюторов, это уже если они работают еще со штучным товаром, то при операциях пополнения или при операциях перемещения мы можем также использовать фиксацию SCC кода для того, чтобы и в том числе включить настройку, если мы еще включим настройку, для создания документа, то есть фиксировать то, что мы короб из коробочной зоны переместили в штучную и теперь он стал штуками и нужно разагрегировать. То есть вот можно включить, например, можно включить именно для такой конкретной операции и если мы включим еще создание документа, то параллельно будет создаваться, при каждой такой разагрегации, будет создаваться документ внутри системы, на который также можно настроить выгрузку куда-то вовне. как сообщение можно на почту отправить, через интеграцию информацию о том, что данный короб в данное время был разагрегирован. Можно это делать, можно не делать это в момент операции, можно операцию сохранить в системе и в дальнейшем отчитаться уже, например, при отгрузке, при выполнении документа отгрузки. Это что касается операционного пополнения и перемещения. Также можно использовать, как я говорил раньше, фиксация кодов при операциях отбора штуками или коробами принципиально. Можно использовать фиксацию кодов и привязывать уже эти коды к тому заказу, по которому происходит отбор. И также в этом же процессе можно учитывать момент разагрегации. Следующий бизнес-процесс шаг, товар приняли, контролировали, пополняли, перемещали, отбирали и дальше следующая операция, для которой разумно делать возможность ввода сканирования кизов это операции контроля и упаковки собранных заказов. Можно сделать фиксацию штук и коробов, а также создавать агрегации, если данный процесс выполняется именно в этом месте, а не отдельном. И вот также если у нас все в дистрибьюторах, что происходит не всегда, если всегда, если мы хотим отслеживать все движение кизов от входа до выхода, и мы всегда знаем о плановых кодах, мы можем включить еще и контроль того, что входило на склад или не входило, вот если включить такой контроль, то можем еще и проверять при отгрузке, а было ли поступление данных кизов. но на практике достаточно сложно вести учет с привязкой к месту хранения товара, так как это требует достаточно увеличивать затраты на людей, на сканирование товара, потому что если мы хотим знать какой код в какой ячейке лежит, то при любой операции движения данного товара необходимо также сканировать, что именно этот код этого товара мы перемещаем, что очень сильно увеличивает количество сканирований и замедляет работу. Это крайне редко применяется только с крайне дорогим товаром, опять же на фарминге, на залоге группа и так далее. В каких-то таких дорогих и ценных вещах это можно использовать и всегда знать, но чаще всего для что-то достаточно знать, отчитаться о том, что мы приняли и что мы отгрузили. Себя можем контролировать тем, что включаем контроль входа и выхода и не отгружать то, что к нам не приходило. Так тоже возможно. Соответственно, если мы в процессе начинаем контролировать то, что нам приходило и что мы отгружаем, здесь мы должны тогда еще учитывать то, что мы разагрегируем и при этом понимать, оприходовать кизы, штук в тот регистр, который за это отвечает. И запрашивать полноценный состав. А здесь мы возвращаемся к настройке, которая в самом начале нормализованная и денормализованная учета хранения. все эти комбинации для конкретного склада, для конкретных бизнес-процессов, для конкретных задач, которые ставятся перед бизнесом и складом мы можем параметрически управлять. И причем мы можем это выстроить в рамках одного склада и нескольких бизнес-процессов, которые где-то применяются, где-то не применяются. И все это сделать в рамках одной системы. И достаточно использовать настройки. Здесь не потребуется привлечение разработчиков, которые будут с этим каким-то образом дорабатывать, дополнять. Здесь текущее решение находится именно в коробке и с определенной навыкой можно их комбинировать и настраивать любые процессы и менять их достаточно динамично. Какую еще операцию? Я забыл, конечно же, самую нашу святую операцию у дистрибьюторов, да и у всех остальных, это инвентаризация, которую все очень сильно любят, особенно в складах. Также в рамках инвентаризации можно проводить подсчет, ну, инвентаризацию кизов, если мы знаем полностью структуру, что мы храним, а также хотим мы проверить, и опять же, у нас витвится вариативность, если мы хотим делать инвентаризацию с привязкой к месту хранения, и точно в каком месте лежат какие кизы. Либо мы хотим просто глобально знать, какие у нас есть кизы на складе по тому или иному товару, чтобы сверить, приходили, не приходили, посмотреть, провести отдельную проверку в корпоративной системе или в системе честного знака, а при оближении всегда данных в кодах. То есть можно проводить инвентаризацию, она выполняется по той же самой логике, как и выполняется любая инвентаризация в системе. Вот, это процессы, все, что я проговорил, да, это процессы присутствуют у дистрибьюторов в какой-то в той или иной комбинации, но они всегда есть. В комбинации, чтобы были все-все-все вот эти процессы, названные мной, к счастью, на дистрибьюторах такого еще не встречал, наверное, это был бы склад с огромным количеством людей и с очень прозрачной отчетностью. Вот, и еще есть, наверное, два, две такие категории складов, я их отдельно расписывать не стал, но 3ПЛ-операторы. Это процессы 3ПЛ-операторов, да, тех складов, которые оказывают услуги ответственного хранения, они очень похожи на дистрибьюторов, но здесь все регламентируется непосредственно по положедателям и договорам. с ним, тем, какие услуги ему необходимы указать, в каком разрезе отчетности необходимо вести. И вот весь этот набор вариативности настроек можно настраивать также в разрезе организации по положедателям. То есть мы можем иметь разный набор вариантов учета для разных организаций, в зависимости от договорных отношений. И, опять же, в зависимости от того, какие там, ну, очень хорошо для 3ПЛ это применяется, потому что в зависимости, там, договоренности с докладжедателем, с клиентом, отчетность может проходить как интеграциями выгружаются в корпоративные системы, их в свою корпоративную систему, как использовать там и почтовые клиенты, то есть, также там создавать документы часто, вот опять же, живой, часто такой пример на 3ПЛ-операторах. Часть документов создаются, работают некие показатели только в рамках системы ВМС. И подтверждение документов, проведение, там, и так далее, агрегации выполняются вручную, да, посредственно операторами. Так как воздатель может, или заказчик может не иметь корпоративных систем, или быть, работать вообще, не быть ни с этой стороны, им глобально важны отчеты. То есть, вся эта, весь функционал позволяет выполнять операции обмениться данными не только посредством интеграции, но и выполнять эти операции вручную, видеть всю эту отчетность по регистрам, по движениям, по агрегациям, разагрегациям в рамках системы ВМС. И еще, наверное, группа отдельная, это интернет-магазины, да, на которые тоже пришло время участвовать в маркировке тем или иным образом. Часто эти процессы, конечно, повторяют там ту же дистрибьюцию, но здесь добавляется, вот чисто из практики, добавляется еще один процесс, это выдача, ну, события, выбытия товара со склада, да, вручение непосредственно получателю, и оно не всегда происходит, часто товар может возвращаться. И чтобы не выполнять каких-то дополнительных обменов, фиксаций, то есть здесь мы используем документы отгрузки, приобретают некий дополнительный статус, статус есть, стандартный статус, финальный это отгружен, но также можно использовать и переключаться именно на отчетность, на статус выданополучателя. И в случае, если документ такого не достиг статуса, то вернуть все кизы, зафиксированные, как брат на склад, товар вернулся. Также по интернет-магазинам, конечно, здесь большинство штучной работы, и те интернет-магазины, которые... Здесь вот, наверное, есть некое перечень с производством, если интернет-магазин продает огромное количество штучной продукции, то здесь возникает процесс, который требует, как правило, конвейерной автоматизации для фиксации кодов. Это делается не руками, да, это непосредственно какие-то конвейерные системы, с которыми мы тоже периодически интегрируемся, создаем. Вот. И, наверное, вот этим-то отличаются глобально между собой эти отрасли. Но в целом данные процессы, данные учеты, мы с ними уже должны жить. Мы уже понимаем, что если мы там три года назад, если никто еще не понимал, как будет устроен рынок, и насколько эти амбициозные планы государства и контролирующих органов пойдут в жизнь, то на сегодняшний день мы все видим, что эти планы идут, они не остановятся, и они, так или иначе, в ближайшие годы перейдут на все отрасли. И контролировать будет все, что только возможно. Поэтому мы, наше решение, пытаемся обогащать теми настройками, теми данными, которые мы получаем, вот, в первую очередь, да, из планов того, что будет с процессами, что с отраслями, и имея опыт работы непосредственно с вашими складами, и то, как это сделать максимально универсально. То есть, конечно, понятно, что вот, я сейчас говорил все про те настройки, которые у нас появились в последнем релизе нашего решения. В любом случае, любой бизнес не всегда готов менять бизнес-процессы склада под какие-то возможности, и, ну, наша комбинация настроек, она охватывает, там, практически все решения. И самое важное, что она дублирует именно физику выполнения операций, и именно то, что ждет регулятор в случае каких-либо проверок дополнительных, которые, возможно, в будущем тоже когда-то появятся. То есть, система ВМС, она именно о физике, о выполнении операций. Поэтому она теперь, ну, наш новый релиз позволяет фиксировать при каждом выполнении операций тот или иной набор данных. Наверное, вот в верхнем уровне это все, что я хотел так рассказать.